Валерий Соловьев Валерий Соловьев и Марк Фейген. Они называют его главным русским специалистом по оккультизму, ну а также посвященным оккультистам, которого знают и уважают во всем мире многие посвященные. Можно по-разному относиться к оккультизму, как в принципе, наверное, и к любой религии. Но я здесь исхожу из известного принципа. В этом что-то есть. И не на пустом месте. Кстати, уже не раз говорил, что я считаю себя сторонником ноосферного мировоззрения, которое является дальнейшей эволюцией мировоззрения коммунистического. И в него есть серьезное, оккультное, хотя лично я предпочитаю слово «мистическое» составляющее. «Как же так?» – спросите вы меня. Ведь коммунизм – это материалистическое учение. И сильно ошибетесь. Я уже не раз говорил, что не стоит путать сталинско-сусловский научный коммунизм с настоящим коммунистическим учением. Уверяю вас, научный коммунизм не имеет никакого отношения ни к науке, ни к коммунизму. Это от начала и до конца. Насквозь лживое, оппортунистическое учение. Только его оппортунизм не в интересах класса буржуазии, а в интересах другого паразитического класса – класса номенклатуры. Великий немецкий философ и психолог Эрих Фром, много лет изучавший марксизм, не раз останавливался на этом вопросе в своих работах. И однажды сделал такой вывод. Эта цитата лучше зачитаю. Атеизм Маркса – это наиболее прогрессивная форма рациональной мистики. Маркса обвиняют в безбожии, а он стоит ближе к мейстеру Эдхарту или дзен-буддизму, чем большинство борцов за церковь и бога. Он его сделал в работе «Концепция человека» у Маркса. Но вернемся к Андрею Космичу. Месяц назад он дал большое интервью Марку Фейгену. Ролик называется, лучше зачитаю, «Оккультный круг Путина. Беседа с Андреем Космичем». И в нем он сделал несколько предсказаний. Вернее, не предсказаний, а пророчеств. Ну а сферное мировоззрение, представьте себе, относится к пророчествам серьезно. И с его позиций существует методика, или если говорить современным языком, психотехника, которая, да, позволяет делать эти самые пророчества. Я не знаю, какой психотехникой пользуется Андрей Космич, но указанную ноосферную психотехнику я сейчас кратко опишу. Тем более, что сейчас она, наконец, стала объектом изучения и со стороны науки. В науке она сегодня называется прогрессивный гипноз. Впрочем, человечеству она известна очень давно. И, например, в индуизме и буддизме называется медитацией. Суть. Состояние глубокого гипноза у человека пробуждается память о прежних жизнях. Сегодня в науке это называется регрессивный гипноз. А также память, представьте себе, о будущем жизни. Именно это сегодня в науке и называется прогрессивный гипноз. Ну, а также открывается еще очень много различной информации. Мой любимый писатель Иван Ефремов, кстати, назвал это явление в романе «Лезвие бритвы» избыточной информацией. Так получилось, что я уже начал сейчас разговор об этих явлениях в цикле публикаций о моем романе. Плелист называется «Темное пламя». Поэтому один из роликов этого цикла, он как раз о пробуждении памяти о прежних жизнях, будет на конечной заставке. Но и там же будет и плелист «Темное пламя». Ну и дальше в указанном цикле я продолжу рассказ об этом. Но на пророчествах Андрея Космича мы остановимся сейчас. Я не случайно не сделал сразу публикации по указанному ролику Марка Фейгина. Подал ему отлежаться, как говорится, месяц. Теперь, мне кажется, разговор об этом будет более интересным. Первое и главное пророчество. Я вынес название ролика, напоминаю, оно звучит так, лучше зачитаю. Удача окончательно оставит Путина 24 декабря 2021 года. Прошедшее уже тут, если заметили. Но оно и не единственное. Вот, кстати, как Андрей Космич сказал об этом. Также вот на основании другого прогноза считается, что полная остановка искусственно созданного цикла удачи произойдет именно 24 декабря 2021 года. День так называемой третьей квадратуры Сатурн и Уран. Именно эта квадратура, как правило, дает старт совершенно неожиданным и непредсказуемым событиям. И если мы будем рассматривать в призме того, что рассматриваем мы, именно вот возможно, что вот эта квадратура и создаст определенный толчок к разрушению существующей системы. Космич также назвал вероятную дату смерти Путина. И, кстати, уже довольно скорую дату. Также он назвал вероятное время начала войны с Украиной. Вероятное, потому что еще есть возможность того, что ее не будет. Все обойдется. Также он назвал еще один важный период. Период начала войны между Таджикистаном и Афганистаном. Первой войны государства постсоветского с государством дальнего зарубежья. Повторяю, опять же, это только вероятность. Но обо всем этом, думаю, лучше посмотреть в указанном ролике, чтобы я не повторялся. Меня праве спросить, почему я говорю о вероятных датах и периодах? Разве пророчества не дают точных дат и периодов? Это правильный вопрос, поскольку многие люди совершенно не представляют себе, что такое пророчество и как действуют эти методики. Как я сказал, наука только недавно начала все это принимать всерьез. Точнее, начинать принимать всерьез. Так будет правильнее, наверное, сказать. Так вот, мой ответ нет. Пророчества далеко не всегда дают точные даты и периоды. В ряде мистических учений, включая ноосферное, это называется будущее много вариантов. Иван Ефремов в романе «Час быка» выразил эту мысль так. Только в раннем возрасте до кондиционирования человека системой устоявшихся взглядов прорываются в нем способности прямого луча, ранее считавшиеся сверхъестественными. Например, ясновидение, телеакцепция и телекинез. Умение выбирать из возможных будущих то, которое совершится. Мы на Земле стараемся развить эти способности в возрасте, когда еще не кондиционирована величайшая сила организма. Кундалини – сила полового созревания. Понятно, здесь для нас главное значение имеет мысль умение выбирать из возможных будущих то, которое совершится. Дело в том, что в будущем всегда очень много развилок. И каждая из них ведет то, скажем так, к такому будущему, то к этому. Но что бы там ни было, но у нас сейчас у всех есть возможность проверить. Указанное пророчество Андрея Космача. Кроме смерти Путина, они все произойдут наступившим уже. В 2022 году. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...